Решим задачу под номером 25 из тренировочной работы в формате ГИА от 6 мая 2014 года. Известно, что около четырехугольника ABCD можно описать окружность, и что продолжение сторон ABCD четырехугольника пересекаются в точке M. Доказать, что треугольники MBC и MDA подобны. Докажем подобие треугольникам двумя способами. Первый способ. Первый способ это способ по теореме о секущих. Напомню эту теорему. Если из некоторой точки вне окружности, в данном случае из точки M, проведены секущие, то есть прямые, которые пересекают некоторую окружность в двух точках, в данном случае AM и DM, то произведение длины каждой из секущей на ее внешнюю часть есть величина постоянная. То есть для наших двух секущих AM и DM мы можем записать по теореме о секущих следующую формулу. То есть произведение длины всей секущей AM умножить на ее внешнюю часть BM на BM равно произведению другой секущей, длины другой секущей, то есть DM умножить на ее соответствующую внешнюю часть, то есть на MC. Из данного равенства получим отношение сторон как раз нужных нам треугольников. Давайте для этого сделаем следующим образом. То есть мы разделим сейчас обе части на MC и на BM. Разделим обе части на MC и на BM. Тогда у нас получится следующее отношение. То есть делим на MC. Тогда, да, давайте так сразу, то есть левую часть мы делим на MC и на BM. На MC и на BM. Но чтоб ничего не изменилось, надо и правую часть тоже разделить на MC и на BM. Тогда в левой части у нас на BM можно сократить. У нас останется AM деленное на MC. То есть у нас получается AM деленное на MC будет равно. В правой части мы можем с вами сократить на MC. То есть вот на MC мы тоже можем сократить. Тогда у нас справа получится отношение DM к BM. DM к BM. Теперь давайте посмотрим, что мы получили. Мы получили следующее отношение. AM так относится к MC, как DM большого к MB. То есть у нас получается пропорциональность двух сторон каждого из треугольников. В данном случае MBC и MDA. То есть отсюда следует, что так как угол M у данных треугольников общий, то из этого отношения следует подобие треугольников MBC и MDA. Давайте сначала запишем, потом еще раз я покажу почему. То есть отсюда следует, что треугольник MBC подобен треугольнику MDA по второму признаку подобия. То есть по двум сторонам и углу между ними. Напомню вам, что это за второй признак подобия. Если две стороны одного треугольника, соответственно пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами равны, то треугольники подобны. Вот посмотрите, если мы сейчас рассмотрим два треугольничка MBC и MDA, то угол M у них общий. А соответственно стороны пропорциональны. Почему? Потому что вот посмотрите, у нас AM, сторона первого большого пропорциональна стороне маленького MC, и вторая сторона большого DM пропорциональна, соответственно, второй стороне маленького MB. А это получается две стороны одного треугольника нашего большого AMD, в данном случае MDA, соответственно пропорциональны двум сторонам другого треугольника MBC, и угол M у них общий. То есть получается по двум сторонам и углу между ними, то есть по второму признаку подобия, данные треугольники подобны. Что и требовалось доказать. То есть нам как раз и нужно было доказать подобие вот этих треугольников. Теперь второй способ. Второй способ основан на свойстве четырехугольника, вписанного в окружность. Напомню вам это свойство. Если четырехугольник можно вписать в окружность, то сумма его противоположных углов равна 180 градусов. То сумма его противоположных углов равна 180 градусов. Что это значит? Это значит, что угол D плюс угол B равен 180 градусов. Тоже сразу это запишем. То есть угол D плюс угол B равен 180 градусов. Кстати и угол A плюс угол C тоже равен 180 градусов. Давайте тоже это покажем. То есть угол A плюс угол C тоже равен 180 градусов. То есть угол D плюс угол B равен углу A плюс угол C и равен 180 градусов. То есть это следует по свойству четырехугольника, который можно вписать в окружность. А теперь давайте рассмотрим угол B, C, M. Б, C, M. То есть вот этот уголок давайте рассмотрим. Вот этот уголок я вот так вот его выделю. То есть рассмотрим угол B, C, M. Угол B, C, M и угол D, C, B являются смежными. То есть так и запишем угол B, C, M плюс угол D, C, B являются смежными. И их сумма равна 180 градусов. Далее. И угол C плюс угол A по свойству четырехугольника вписанного в окружность. Вот мы его здесь записали. Тоже равна 180 градусов. В частности имеется в виду вот это второе равенство. То есть угол A плюс угол C равен 180 градусов. То есть далее мы можем записать, что угол D, C, B плюс угол D, A, B тоже равен 180 градусов. Откуда из этих двух равенств можно получить равенство углов B, C, M и D, A, C. В данном случае D, A, B. И вот он D, A, B. Как это сделать? Тут очень просто. Можно, например, выразить D, C, B из второго равенства и поставить куда? В первое равенство. То есть тогда у нас получится, что углы B, C, M и D, A, B равны друг другу. Или можно так сделать. Из первого равенства вычесть второе. Из первого вычитаем второе. Тогда у нас получается так. 180 уходит. Углы D, C, B и D, C, B взаимно уничтожаются. Остается угол B, C, M минус угол D, A, B равен нулю. Нулю градусов. Отсюда переносим угол D, A, B вправо со знаком плюс. У нас получается угол B, C, M равен углу D, A, B. Тоже давайте это запишем. То есть мы с вами получили из вот этих двух равенств, что угол B, C, M равен углу D, A, B. Откуда следует сразу же подобие треугольников. По первому признаку подобия. По двум углам. Почему? Потому что у нас получается угол M у этих двух треугольников общий, а угол B, C, M и угол D, A, B равны. Мы только что это доказали. То есть давайте далее запишем. То есть отсюда следует, что треугольник M, B, C подобен треугольнику M, D, A. По первому признаку подобия. Ну, если хотите, можно записать. Вот в скобках мы давайте расшифруем. То есть у нас угол B, C, M равен углу D, A, B. Что мы и записали перед этим. И угол M у них общий. Угол A, M, D общий. A, M, D общий. Угол у этих треугольников общий. Отсюда следует, что данные треугольники подобны по двум углам. Доказательства закончены. Отсюда следует, что данные треугольники подобны по двум углам.